Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Аминь Это мы озвучиваем занятие, которое я вел в 90-е годы в Потеряевке С названием имен, люди сидят в Потеряевске, соседи приезжали Дальше Самость и гнев Теперь наша здесь Тема Тема наша здесь вызвана событиями Прошу к следующему занятию это записанное дополнять И если возникнут вопросы, приготовить их Нужно уметь проследить мысленно путь греха любой трагедии, истории Когда заходит речь о любой болезни и смерти Хотелось бы конечно найти первоначальную причину этой трагедии Она водами, феврекоримфянам Как водами все умирают, так во Христе все живут Бог дал один закон, а человек говорит Я сам разберусь и сведу свои законы, бытия А от дерева познания добра и зла не ешь от него Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть и умрешь Бог утверждает свой абсолютный авторитет Слушай меня и не слушай никого Писает Объявите и скажите Посоветовавшись между собою Кто возвестил это из древних времен Наперед сказал это Не я ли Господь? И нет иного Бога кроме меня Бога праведного и спасающего нет кроме меня Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного Мы знаем, что идол в мире ничто И что нет иного Бога кроме единого Левита Если же после всего пойдете против меня И не захотите слушать меня То я прибавлю вам ударов семеро за грехи ваши Писает А то Бог никого не наказывает Да Бог прям обещает отсыпать по полной мерке Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб И трудовое свое за то, что не насыщает Послушайте меня внимательно И вкушайте благо И душа ваша насладится туком от марка И призвав весь народ Говорил им Слушайте меня все и разумеете И дьявол сразу же вставляет свой авторитет бытие И сказал змей жене Нет, не умрете И не просто не умрете, но даже выигрыши будете Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их Откроются глаза ваши И вы будете как боги, знающие добро и зло И об этом Бог знает Бог обманул вас Адам по простоте своей доверял Богу и был счастлив Но вот его, кавычка, доброжелатель Ползет и шепчет ему Открывая ему глаза на самое нужное, таинственное В темноте Бог держит дед своих рабов И пользуется ими, как своими орудиями, рабами А я вот открою такую свободу познания Вы будете с таким кругозором всеохватным И древо это дает знание Это вот рабами называют сейчас это Ну, родноверы, язычники новые А мы, нет, мы не рабы Ну, какие Вот они на этом сейчас играют А вы рабы, ну, рабы Да, рабы, мы рабы И одновременно называемся и друзьями Нам это доказывать не надо А мы свободны Павел говорит, свободны от праведности Рабы греха, пророки тьмы Они вообще святости понятия никакого не имеют И после смерти вообще разговора нету Что они получат и куда Языщество, и к нему некоторые склоняются То есть согласно умер, ничего нету И увидела жена В большем уровне соделаны Человек избирает себе путь сам Пользуясь величайшим даром свободы Что называется самость Самость, высшая точка эгоизма Самые близкие друзья Ленина, Сталина Были уничтожены Его уговаривали Что ты делаешь Так должно это было быть Ибо от Бога пришла казнь на путь чистов А этот людоед был исполнителем замысла Божия В отношении их Самость всех этих извергов Превосходила все мыслимые понятия Они никого не могли и не хотели слушать Одна вопиющая самость Самость авторитета воздвигнет над миром антихриста В суровых горах Одиноко меж скал Дуб гордую крону свою поднимал В седое столетие спорытое прошло Как бурью семя туда занесло Немало он видел на долгом веку И бурю, и грозы, и зной, и пургу Но выстоял дуб И как воин былой Могучий с израненной в шрамах корой Один на вершине надменно стоял И листья зеленые в пропасть сторонял И гордость тогда одолела его Нет краше меня на земле никого Невзгоды я вынес И сам я сумел Занощего дуб над ущельем шумел Сверхнула вдруг молния Ударил вдруг гром И дуб пораженный покрылся огнем Порогневал он небо ища своего Что долгие годы хранило его Каким бы талантом ты, друг, не блистал Какой бы силой хвалиться не стал Ты в божьих руках И во всем он помог Но гордым, запомни, противится Бог В суровых горах Одиноко меж скал Дуб гордую крону свою поднимал Теперь он повержен в пепел и мрак И ветры по свету несут его прах Без совета и непослушания Два коня в колеснице Несущиеся в пропасть ада Святой Иоанн Златоуст Притча Это поет эта женщина Однако, будто она баптистка составила Я бы сейчас показал Как это поется Найти ее можно было Но какие-то прицепляются Что не надо Чужая музыка Что-то такое Я просто боюсь обрать Оно у нас есть Дальше Притча Начало мудрости и страх Господень Доброе разумение у всех Водящихся им А благоговение к Богу Начало разумения Глупцы только презирают Мудрость и наставление И скажешь Зачем я ненавидел наставление И сердце мое Пренебрегало обличением Иоанн Тогда он открывает У человека ухо И запечатлевает Свое наставление Притча Дай наставление мудрому И он будет еще мудрее Научи правдивого Он приумножит знания Умный и знает И спросит А глупый и не знает И не спросит Он и не знает О чем спрашивать Ему кажется Что все таки понятно И Саша Адмуха на костре Когда пятницу был Это стихотворение Просчитал наизусть Гордый дуб И с ним все так и случилось Выжженный И ветер разнес И ничего нигде нету Притча Кто любит наставление Тот любит знания А кто ненавидит обличение Тот невежда Притча Отвергающий наставление Не радеет от своей душе А кто внимает обличение Тот приобретает разум Если ты накажешь Кощунника То и простой Сделается благоразумным А если обличишь Разумного То он поймет наставление Уголь для жара И дрова для огня А человек сварливый Для рожжения ссоры Притча Не дружи с гневливым И не сообщайся с человеком Вспыльчивым Чтобы не научиться путям его И не навлечь петли На душу свою Вспыльчивый может Сделать глупость Но человек умышленно Делающий зло Ненавистен Притч Вспыльчивый человек Возбуждает раздор А терпеливый Утешает распри Человек гневливый Заводит ссору И вспыльчивый Много грешит Сюрахов Не заводи ссоры Со вспыльчивым И не проходи с ним Через пустыню Потому что кровь Как ничто в глазах его И где нет помощи Он поразит тебя Ох как точно Все сказано Хорошо Запомним Все эти наставления Других наставления Не слушай Не ходи Соспыльчивым Эти люди боятся Учиться полезному Не учи меня Признак Чрезвычайной Неразвитости Блокированный Собственной Неразвитостью Омертвелой Тупостью И лицо И глаза Все говорит О глупости Удерживайся От ссоры с ним Обойди его Для своего же блага Сюрахов Удерживайся От ссоры И ты уменьшишь грехи Раздражительный Все время на взводе От него полыхает Искрами гнев Сюрахов Ибо раздражительный Человек Вожжет Ссору Человек Грешник Смутит друзей И поселит раздоры Между живущими В мире Жаркий спор Возжигает огонь А жаркая ссора Проливает кровь Придумали какое-то слово Я горячий человек Сюрахов Если подуешь на искру Она разгорится А если плюнешь на нее Угаснет И то и другое Выходит из уст Вот тут пристает К тебе что-то Где-то Плюнь Отойди от него У меня введено Новое правило Сейчас Дети Которые играют На компьютерных играх В лагерь не принимать Они ничего не понимают Они бесноватые И на счет Я убедился Раньше как-то не касался Миссионерские отделы При патриархии Если он там находится Беседовать не надо Там какая-то одержимость Темный Злобный демон сидит Все переворачивает у него И говорить абсолютно нельзя Он не говорит ни о спасении Ничего Он подыскивается Он все выворачивает Чтобы тебя люди не слушали И себя за пророков Каких-то выдают А ничего нету На миссионера нельзя научиться Таких курсов Бог не осознавал Это дух святой Тебя избирает Или не избирает А остальное Это фальшивая организация Обман Самые жестокие Самые хамовитые Самые темные Плюнь на них Отойди Отойди от такого И ты никогда не пожалеешь об этом Да Человек привыкающий К бранным словам Во все дни свои не научится Так что Такого не исправишь воспитанием Нет Не исправишь Поскорее отойди от него В этом твое спасение Сирахов Душа горячая Как пылающий огонь Не угаснет Пока не истощится Иов Но лицемеры питают В сердце гнев И не взывают к нему Когда он Заключает их вузы Притчи У глупого Тача же Выскажется гнев его А благоразумные Скрывают оскорбление Сирахов Что тяжелее свинца И какое имя ему Как не глупый Притчи Глупый весь гнев свой Изливает на мудрый Сдерживает его Экклезиаста Не будь духом твоим Поспешен на гнев Потому что гнев Гнездится в сердце Глупых Притчи Благоразумие Делает человека Медленным на гнев И слава для него Быть снисходительным Проступком Иаков Итак, братья мои Возлюбленные Всякий человек Да будет вскорно слышание Медленно слова Медленно гнев Эфесянам Всякое раздражение И ярость И гнев И крик И злоречия Со всякой злобой Да будет удалены от вас Гневливый не может молиться 1 Тимофея Итак, желаю Чтобы на всяком месте Произносили молитву мжи Воздевая чистые руки Без гнева и сомнения Сирахов Не может быть оправдан Несправедливый гнев Ибо самое движение гнева Есть падение для человека Гнев это проказа И удаление из общества Второе прорепомянул И разгневался Озия А в руке у него кадильница Для кождение И когда разгневался он На священников Проказа явилась На щели его Пред лицом священников В доме Господнем У алтаря Годильного Вот этот сейчас делает Этот главный смутьян Саша Провозгласил себя кем-то Его баптисты там выгнали Он везде пытался где-то Но опять уже самая наклонность Там к женщинам и прочее И теперь он ломает хлеб Ездит, прищищает В кавычках кого-то Взять Не взять А этот Тесть у него Баптист Я спрашиваю Ну вы-то хоть его признаете До чего ради Я говорю Ну вот он прищищает Ломает Ну что Сказать нельзя Кощунник Известно стало Что проникал К нашим людям 45 тысяч А денег вообще Говорит нет Я с женой разговаривал Это откуда у него деньги 45 тысяч Чтобы разрешили Кто знает Код дали От форума Чтобы уничтожить там Форум или еще что-то А я когда дадите телефон Людям еще 45 дам То есть полное сумасшествие Злоба совершенно Отнимает разум Как сестер Пилсиот говорит Злоба и гнев Тоже мерзости И муж грешный Будет обладателем ими Обладаем Обладаем Злоба и гнев Тоже мерзости И муж грешный Будет обладаем Ими Да Человек питает Гнев к человеку А у Господа Просит прощения И какова сила человека Таков будет и гнев его И по мере богатства Усилится ярость его Обжился Оперился Теперь гневается И кричит на всех И это среди христиан Сирахов Ревность и гнев Сокращают дни А забота Прежде времени Приводит старость Гнев допустим Против греха Против зла Пс. 10 Господь испытывает Праведного А нечестивого И любящего Насилие Ненавидит душа его Пс. 96 Любящие Господа Ненавидьте зло Он хранит Души святых своих Из руки нечестивых Избавляет их Иов И подлинно Спроси у скота И научит тебя У птицы небесной И возвестить тебе У тебя знаешь Скрывается Избавляет их Слово их У тебя просто Затаяно Избавляет их Чтобы понятно было Хорошо Гневливого человека Учить необходимо Суровыми мерами Уголовный закон Для них Притчи Словами не научится Раб Потому что Хотя он Понимает их Но не слушается Вот так Правильно Святые Не стыдились учиться Самому простому И даже заново И всякая оговорка С учителем Считается преступлением Житие Павла Припростого Не будешь учиться И такой Неинтересный будешь Что с тобой И дружить Никто не захочет Вот хотел как раз Показать Сказать об этом дальше Все-то не буду Но вот когда О гордом дубе поет Там несколько отрывков Самых маленьких Таких Чтобы послушали Я так Я буду Рассудить В суровых горах Одиноком Межскам Дуб гордым Кром Свою Подымать Понятно как Теперь я отрывками Сделаю В столетий Белем Шуме Зверкнула Вдруг Молния Ударил Скроп И тут Порошок Белем Покрылся Огнем Прогневого Неба Подсказ Своим О, что долгие годы хранила его прогнеться. Каким бы талантом ты, друг, не блестал, Какой бы бессила хвалиться не знал. Ты в божьих руках, и во всем, о, по-моему, Ты гордый запомни, противится горд. Ну, немножко, потому что привязывается к песнопениям, там какая-то монетизация. За это никаких претензий не будет, но автоматика там говорит, тут какое-то пение было. У нас Новый год встречали, и Виктор играет на гитаре, и они уже претензии. А машина-то не понимает, что это наше песнопение, и другого нигде нет. Ну, вот такая тема. Все, закрываю.